Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжаем выращивать арбузы и сегодня я хочу вам быстро-быстро рассказать, в каком размере арбуз нужно уже обязательно вешать в сеточку, подвешивать. Вот смотрите, я очень долго не была у арбузов, потому что, конечно, основное время у меня уходит на томаты. И когда я сегодня зашла, чтобы опылить очередной цветок, я увидела, что первые арбузы уже разрослись до огромных размеров. Вот видите, он мне уже в руку не входит, значит он очень тяжелый уже. Его надо было подвешить в сеточку уже давно. Сейчас я покажу вам, какой размер должен уже быть упакован в сетки. Когда у вас арбуз станет размером с яблоко, вот видите, вот этот вот еще более-менее, он у меня входит в ладонь, он размером с яблоко. Его нужно подвешивать в сеточку. Я в прошлом году покупала вот такие сеточки. Вот видите, они в таких сеточках в магазине расфасовывают по 3-4 килограмма, там лук, морковь. Вот в эти сеточки нужно сейчас арбузик поместить, вот так засунуть, и эту сеточку закрепить на каркасе, теплице, все. Но сразу скажу, что такая сетка для крупноплодных арбузов, она не подойдет. В том году я большие арбузы сюда поместила, они начали разрастаться, сетка начала в них впиваться, пришлось ее разрезать в трех местах, как бы такие швы расставлять. И если у вас крупноплодный арбуз, то размер сетки должен быть чуть побольше. Вот эти подойдут для огонька, для сахарного малыша. Если вот такой арбуз, он уже в начале июля вот такого размера, значит ему нужна более большая сетка. Смотрите внимательно сорта своих арбузов, какие они, там на инструкции почитайте, какие они будут, каким весом. Маленькие сетки подходят только для маленьких арбузов, а вот такие большие, может быть, даже в мешок нужно помещать. Потому что если арбуз 10-12 килограмм, сетка ему должна быть соответствующая. Вот все, у меня время сильно нет, я вам главное показала, что если у вас арбуз будет размером с яблоко, вот такой, его уже нужно помещать в сетку, иначе плети вот эти, они не выдержат ваши шпагаты, и все оборвется, могут сломаться арбузы. Все, до свидания. Все предыдущие мои видеоролики о том, как опылять арбузы, как женский арбуз, ой, цветок арбуза от мужского отличить, как формировать, как подвязывать, все у меня есть на странице в Одноклассниках. Заходите, читайте статьи, смотрите видеоролики. Набирайте Ольга Чернова, город Бийск, Алтайский край. Все, про томаты, про перцы.